Пишем правило. Соляр страны строится не на дату ее рождения. Вот тут большое отличие от соляра натива. Ну, то есть типа 24 декабря и каждый соляр на декабрь. Нет. Соляры всех стран строятся на момент весеннего равноденствия. Вот таково правило мунданной астрологии, что соляры всех стран строятся на весеннее равноденствие. Это когда солнце ноль овна. Ну или 20 марта, или 20, или 21. Да, когда солнце ноль овна. На этот момент строится соляр страны, а не на 24 декабря, ну или на свою дату. Это общее правило. То есть чем отличаются соляры страны? Домами гороскопа. Домами гороскопа. Итак, значит, коллеги, смотрите, опять все под горизонтом. Да что ж такое прямо? Как хочешь что-нибудь увидеть, ничего не увидишь. Видите, как в натальной карте, как в генитуре. Почти все под горизонтом, все закрыто, ничего не понятно, что происходит. Но настроены мы оптимистично. Это Юпитер в Стрельце в первом доме. Настрой оптимистичный в этом Марс в шестом доме. Самая востребованная профессия военная в этом году. Да, военная, военная. Но, коллеги, меня в этом соляре смущает только одно. Второй дом. Давайте посмотрим во второй дом. Мы же сказали вещизм и едиизм. Ну это в генитуре. Вот как у нас в этом году с вещизмом и едиизмом. Что-то как будто пугает немножко. Пугающая картина, это картина обнищания населения, продолжающегося. И это не мы придумали. Это в один голос повторяют все экономисты. Что начиная с 2014 года обнищание людей, оно продолжается. И пока с этим процессом ничего нельзя сделать. Причем, повторюсь, это что-то мистическое. Потому что, повторюсь, страна сама и доходы казны, они не то, что не уменьшаются, они растут, увеличиваются. А люди нищают. И как понять этот парадокс, совершенно непонятно. Вот смотрите, у нас во втором доме Сатурн, Плутон, Южный Узел. Как вам стеллариум? Это соляр, соляр России на этот год. Как вам этот стеллариум? Как-то тревожный. Вот в натальной карте к тебе такое соединение. Это ты шел, упал, ногу сломал, раком заболел, туберкулез подключился. Все. То есть живой труп. Это если бы в натальной карте. А это, ну, Венера в конце, да. В конце года подбросят, подкинут, подкинут, подкинут деньжат. Да, подкинут пенсионерам. Да, им уже в апреле начали индексировать. Так вот, коллеги, смотрите, Сатурн, Плутон, Южный Узел. Я думаю, что это. Это про то, что действительно у людей на руках все меньше день. По непонятным причинам. Ну, свободных, имеется в виду свободных средств, которые, кроме того, чтобы просто не умереть с голоду, просто свободных средств, на которые можно что-то... Тут на днях произошел сбой по эриде. И в администрацию президента Росстат подал данные, что россиянам не хватает денег на опуху. Ох, какой скандал разразился! Как там ногами, руками стучали от возмущения. Идиоты кричали с Красной площади в адрес Росстата. Вы думаете, что вы пишете и подаете? А это случайно произошло? Это какая-то выписка из общей статистики. Может быть, что просто обуви меньше покупать стали? Ну, что-то такое. А пошло оно вот под таким соусом, что народу тапки! Не на что купить! И это официально подали в администрацию президента. Те нападали руками и ногами, орали идиоты. Что вы вообще думаете, что вы пишете? Вот. Нет, коллеги, а может и правда не... Может, это не Эрида, а на самом деле, в соответствии с действительностью, обувь. Прошу бы, уж мы молчим. Шубы надо было покупать до 2014-го. А сейчас вопрос про обувь стал. Ну, не знаю, шутка это или нет, но если шутка, то злая. Так вот, Сатурн, Плутон и Южный Узел. Так это год только начался. Соляр включился 21-го марта. Сейчас у нас апрель. А к концу года что будем покупать? Если будем. Так вот, Сатурн, Плутон, Южный Узел, это денег почти нет. Да второе, это глубочайшие невыплаты по кредитам. Вот тут вот опасность реальная. Где видно вот это факту, что я сейчас помню? Правильно, тут Плутон, это кредиты. Там Южный Узел и Сатурн. Невыплаты глубокие, глубокие невыплаты по кредитам. Население закредитовано, а платить нечем. И это все увязает, как в болоте. Вот это вот все, из которого уже не вылезти. Вот это то, что раньше называлось в классической литературе на 19-го века долговая ям. Ну, сейчас так не говорят. Дело в том, что яма, это не просто так говорили. Там того, кто в банкрот, его реально свозили в яму. Ну, то есть, это яма была в прямом смысле слова. Это, ну, как наказание за вот то, что ты денег взял, а не возвращаешь. Глубокая долговая яма. Вот это вот Сатурн, Плутон, Южный Узел. То есть, вот эта вот штука означает, что потихоньку нарастает банковский кризис. Это никоим образом не дефолт в стране. В стране не может сейчас быть дефолта. Мы пухнем от доходов казна. Поэтому о дефолте, как в 98-м, речи быть не может. Но может разразиться банковский кризис. В этом году еще нет. Северный Узел спасет в 8-м доме. То есть, Центробанк, он латает вот эти вот дыры в частных банках. Он их закрывает своими ресурсами. Но напряженка возрастает. Дальше. Уже выросли. Сатурн это же еще тема недвижимости. Плутон, ипотечный кредит. Уже выросли цены и будут расти на жилье. Помните, вы говорили, это же Путин обещал перед выборами, что он ликвидирует этих обманутых дольщиков. И теперь схема будет цивилизованной. Что не в каску прорабу деньги, который с этой каской потом убеги. А деньги на новостройку платятся банку. И банк передает эти деньги застройщику только после госприемки. Ну, чтобы предотвратить случаи обманутых дольщиков. А в связи с этим у застройщики лишены средств для текущей деятельности. Так, когда в каску деньги падали, это было как-то полегче. Это были деньги на операционные расходы. Все, теперь застройщик этих денег не видит. А значит автоматически, что растут, да, автоматически растут цены на жилье, на сами, да, на сами кредиты. Вот оно, вот оно. Так что, коллеги, это ничего тут смертельного нет, то, что я сейчас показываю. Но, да, процесс явно очень опасный. Притом, повторюсь, сама страна сейчас, если сравнивать с бывшими СНГ, ну, нашими сестрами советскими, Россия сейчас очень крепко стоит. Потому что идет такая политика. Казна пополняется ежедневно. И наращиваются запасы. Наращиваются запасы страны. Но запасы страны, это восьмой дом. А мы сейчас говорим о тем, кому тапки надо покупать. А оттапки, это во втором доме, а там Сатурн, Плутон и Южный Узбек. Но Юпитер в первом, все оптимистичны, все в хорошем настроении. И говорят, что, ну что, ну пойди к сапожнику набойку поставь. Если сапоги раньше доставили. Кто ходил к сапожникам по три раза и носил одну и ту же пару обуви много лет? А что вам сейчас мешает продолжить эту практику? А то привыкли покупать свои Пьеры Кардены. Отвыкайте. Сатурн, Плутон и Южный Узел тут не до Кардена будет уже. Не до Кардена. А дальше, коллеги. Ну это, я думаю, я подробно обсудил. Это так я вижу. Может я ошибаюсь. Может быть вот это соединение. Венера в конце второго дома. Это под конец года, ну как уже это делали много раз. Под конец года чуть-чуть подкинут, да, подкинут деньжат, чтобы Оливье было на что-то столько. А когда годы это не правы? Нет, нет, это, я думаю, это про конец года календар. Да. Ну вас всегда под конец года подкидывают. Это многолетняя практика. Потому что люди уходят на каникулы длинные. Надо им, чтобы кушали хорошо. Да. Пока январские праздники не хочется. Вот именно, да. Коллеги, а теперь Марс в шестом доме. Военные наши Марс злой. Гибнут? Не гибнут? Гибнут. Гибнут. Гибнут, например, и Марс злой по знаку. Он в тельце, да. Он в тельце. Поэтому военнослужащие, которые в регионах, где что-то происходит, они, в общем, ну гибнут. Далее. Теперь давайте посмотрим с вами. Вот мы соляр страны обсудили. Ну как в целом неплохо. В целом. Ну кроме второго дома, конечно. Потому что второй дом несколько, несколько, вот украинка этой всей истории. Финансовой истории. Причем управитель второго дома здесь же во втором. Это Сатурн. То есть как бы деваться, деваться некуда. Ты должен как-то со вторым домом как-то подружиться. Вот посмотрите, луна в девятый попала, как в Советском Союзе. Помните, луна в девятый? Народ ломанется в вузы. Ну, правда, девятый дом теперь это не только вузы, это туризм. Туризм должен ожить. Но луна во включенном знаке. Без включенного знака просто никак в анализе гороскопа. Итак, включенный знак. Что такое включенный знак? Включенный знак это ситуация, когда это может быть только в гороскопах по плацитусу. У северян этого не бывает. Не бывает. А когда гороскоп, вот как этот, как Москва, относится к средним широтам, то дома, вы помните, кривые и косые. То есть неравномерные. И бывает ситуация, что какой-то знак зодиака оказался целиком внутри дома. У кого есть такие знаки? Ой, это так нехорошо. Это называется включенный знак. Когда в знаке нету куспида. Вот это нас... А, уже рассказывали? Нет. Рассказывал коллегу. Нет. Ну, ей рассказывали. Да. Итак, включенный... Нет, коллега правильно вспомнила, когда цепочку судьбы, мы просто давно ее изучали, мы подзабыли. Так вот, включенный знак, чем он плох? Он блокирует планеты, в нем стоящие. А если нет? Так это хорошо. Если уж угораздило, если он у вас пустой, это вам повезло. Блокирует планеты, стоящие в нем. Не дает планете проявиться. У кого есть включенный? А бывают такие обидные ситуации, бывает, смотрю на дальнюю карту, там пять планет в одном знаке, стылаю, а знак оказался включенный. Вот как здесь дело. И это все таланты прахом пошли. Все. Все осталось нереализованным. Нереализованным. То есть планета во включенном знаке, она как мертвая. Вот еще раз теперь с высоты уже третьего курса оцените мой посыл к вам, давнишний. Что рождаться и жить надо где? Не в Москве, где Сатурн, Плутон и Южный Узер. А на севере, конечно. Кто родился в равнодомной системе? Как может быть в равнодомной системе включенный знак? Как? Там в каждом знаке куспит. Не? Не понятно? Да. Вот прямое доказательство, что на севере намного лучше. Так и северный тоже. Подоправить, потому что они один без другого. Вращаясь к соляру России. Луна в девятом. Народ в этом году особенно захочет путешествовать. Тури. Ну да. А дева, где луна стоит, какой из нас? Включенный. То есть люди ходят, они вот пошли, пошли. И уже почти, почти купили путевку, но не купили. Или купили, но не поехали. Так, включенный знак блокирует проявление планеты. Нашли включенные знаки? Есть планеты? Вот плохо. Они прям умертвляются этим. То есть в знаке обязательно должен быть куспит. Чтобы все хорошо себя... Даже пусть это куспит восьмого дома. Даже хоть двенадцатого. Но куспит, он оживляет знак. А когда знак целиком внутри дома, вот как дева здесь. Видите? Смотрите. Девятый дом в Ольве начался, А следующий, десятый МЦ, через знак в весах. Лев и весы. А дева, вот она, вся. Это как змея поглотила целиком. И планета в брюхе у змеи. Поэтому на оживление туристического рынка большой надежды нет. Да, люди хотят путешествовать. Но из-за включенности знака, скорее всего, от желания до реализации будет большое расстояние. Не может это значить, что выездные визы придут? Нет, этого пока не будет. Нет, этого не будет. На такие меры до дирекции Солнца к Сатурну наша власть не пойдет. Что будет потом? Посмотрим. Нет, нет. Выездные визы не придут. Этим пугают. Нет, этого не будет. А кому их водить? И так никто уже никуда не ездит. Самолеты стоят, аэропорты стоят недозагруженные на 25%. Если еще выездную визу ввести, так вообще тогда это все умрет. И так-то никто особо никуда уже не ездит. А вузы могут тоже потерпеть? Что? Вузы могут тоже потерпеть? Вузы, да. С одной стороны, Луна это то, что в этом году будет много больше, чем раньше. Абитуриентов и желающих учиться. Но включенность знака Девы от желания до ступбилета будет слишком большое расстояние. А сейчас, коллеги, мистика. Мистика. Еще раз. Вы хорошо запомнили второй дом? Бог с ним, с девятым. Как-нибудь без туризма проживем. Вы второй дом хорошо запомнили? Просто в этом соляре пульс во втором доме бьется. Все остальное это как бы так, второстепенно. А сейчас вернемся к соляру нашего президента. Который я вам уже показывал действующим. У президента день рождения в октябре. И вообще это совершенно разные вещи. Посмотрим. Мы его уже строили. Я вам его уже показывал. Значит, как мы это делаем? Мы это делаем через натальную карту. Ну-ка, я еще не видел. Да. Я вам это уже рассказывал. Нет, я не мог вам это рассказывать. Соляр-то я показывал. Но вы же не видели соляра страны. Мистика в том, что они почти совпали. Эти два вторых дома. В девятом доме не нужен. Да. Значит, вот что у президента в соляре во втором доме очень похоже. Я таких совпадений вообще не помню. Коллеги, смотрите. У страны асцендент соляра в стрельце. Ну, тут чуть повыше в скорпионе. Но второй дом дежавю. Помните там Сатурн, Плутон, Южный Узел? Весь этот же набор. Но только не в стеллариуме. Да, так же разные. Но все равно как совпало. Сатурн, Плутон, да, и знак тот же. Южный Узел и еще Марс прикос. Еще Марс. И когда я это увидел, естественно, я это увидел не сегодня, а еще осенью. Ну, когда мы смотрели соляр страны и соляр президента, такого совпадения я на своем веку не видел. То есть второй дом президента и страны почти точно совпали. Причем совпали в негативном. Ну, Сатурн, Плутон, Южный Узел. Во втором доме. Помните, мы писали, если выбираешь соляр, куда загнать злые планеты? Я вам говорил. Во второй, теоретически, во второй можно, но нежелательно, потому что давки не на что будет купить. И будешь потом жаловаться, что во второй дом злые планеты загонять нежелательно. Тут еще куча совпадений. Северный Узел в восьмом доме. Луна в девятом, в деве. И дева тоже включенный знак. Видите или нет? Дежавю какое-то. Это два разных совершенно. Его соляр включился в октябре прошлого года. Соляр страны включился недавно, 21 марта этого года. Ну, совершенно разные вообще. И города разные. У него Петербург, соляр страны на Москву. Ну, мистика совершеннейшая. Та же Луна, те же узлы, тот же второй дом. Я вот начал думать, ну, еще тогда. О чем это? Вот такие совпадения. Ну, прямо не бывает такого. О чем-то это говорит. Вот только бы понять, о чем. На что-то это все намекает. А на что намекает, понять никак не могу. И даже вот Луна та же совпала. И тоже в деве, и девятый дом, и включенный знак. Но на него так не повезешь, как на страну. Да он, он и есть страна. Он и есть страна. Мы же не можем его разбирать, как частного гражданина. Он, это и есть вся страна. Но он будет оптимистичен, и у нас он. Это мы оптимистичны. Потому что Юпитер в первом доме, у него Юпитер в двенадцатом доме, но в двенадцатом, а не в первом. Мы оптимистичны. Это мы оптимистичны, что можем преодолеть Сатур, Плутон и Южный узел. Я думаю, такая затвоенность какая. Впервые сколько лет мы сравниваем соляр страны, смотрим соляр президента. Вы поняли, что надо и то, и то обязательно смотреть? И то, и то. Потому что президент это в каком-то смысле вся страна в отдельно взятом человеке. То есть надо и то, и то. А тут совпало. Многое совпало, значит по второму дому полные гранты. Видимо, это Абрель. Видимо. Понимаете, я бы не стал сейчас о нем говорить отдельно, как о человеке. Он это как вся страна, ужатая до единицы. Его соляр это тоже как соляр страны. Тоже как соляр страны. Поэтому второй дом, второй дом, это именно ситуация. Причем, смотрите, бывают случаи, особенно вот Питер этим грешит. Вот, как правило, в гороскопе на средние широты, чаще всего, включенных знаков вот этих умертвляющих планет всего два. Ну, один и который напротив. Вот сколько у вас включенных знаков? Два. Делали вы. Но бывают ситуации, когда включенных знаков не два, а еще одна пара. Вообще дикость. Четыре. И вот этим особенно грешит Питер. Там часто в гороскопах. Почему? Потому что Питер, вы помните, он на пределе плацидуса работает. Почему это такое дисгармоничное место, излучающее исключительно отрицательную энергию? При всех его плюсах, его историчности, его памятниках. Считается, что в Москве одни хапвалки живут, а в Питере все интеллигенты. Но они себя считают, считают себя как бы культурной столицей России, а в Москве все мы бескультурные. Ну, может быть, но при всех плюсах Питера, там гороскопы ужасные. Сколько здесь включенных знаков? Как жить? Четыре. Тут от двух-то взвоешь. А тут, смотрите, дева включенный знак. Если дева включенный, автоматом из этого следует, что противоположный деве, знак рыбы, тоже включенный, потому что линии-то одни и те же домов. Дальше смотрим. Рак включенный, значит автоматом и кто? И козерог включенный. Но рак-то бог с ним, а козерог это тот самый второй дом, который мы сейчас обсуждаем, где столько злых планет собралось. И как вот эту ситуацию отягощает? О чем говорит включенность? Что у людей денег нет, и давать им их не собираются. Не собираются. Это целенаправленная политика, потому что модель такая. Страна окружена врагами, и надо готовиться к тотальному противостоянию со всем миром. А чтобы миру противостоять, у страны должны быть большие запасы, стратегические. И направить их все на оборону. На там танки, ракеты, пулеметы и так далее. Вот эти деньги, эти запасы. Поэтому модель, что казну активно пополняем, а кому тапки, да тапками, тому налево. Учитесь жить скромно. Призывает Сатурн, Плутон и Южный Узел во втором доме. Это, кстати, позиция Путина давняя. Почему он еще до кризиса рассерчал и запретил Москве новогодние корпоративы. Осерчал и негласный запрет. У нас проводились в 2000-х такие фантастические, но крупные компании, которые могли себе это позволить. Одному шоу-бизнесу миллионы за песни отстегивались. Шампанское текло рекой. Пели, плясали все, кто может и не может. Путин запретил проводить. Живите как? Скромно. Да. Улио и Глезиаса не заказывать. Жить скромно. Отмечать где праздник? Дома. На мухе. Никаких вот этих излишеств. А то по пятому дому, мол, совсем разошлись. Совсем уже пуля Эглезиаса поназаказывали. Поэтому жить скромно и радоваться. Радоваться, что нет войны. Поскольку она как бы, ну не то, что рядом, но как бы, раз мы тратим деньги на оборону, огромные, значит что? Ну не просто же так это происходит. Ракеты, всякие новые системы вооружения, очень дорогостоящие. Так что, коллеги, вот все это отсюда. Ну а вывод очень простой, что в этом году надо действительно расходовать ресурсы экономно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова